здравствуйте дорогие друзья дорогие зрители мы рады приветствовать вас в нашей студии здесь мы изучаем уроки о субботней школе под общим названием рассуждая с нашим творцом и сегодня в нашей студии есть брат роберта приветствую здравствуй с которой мы вместе будем рассуждать над одной очень важной темой о духе святом это личность которая нужна нужна каждому из нас и поэтому давайте же перейдем к главному стиху и к примечанию не воинством и не силою но духом моим говорит господь совов наше освящение это работа отца сына и святого духа это исполнение завета который бог заключил с людьми связавшими себя с ним чтобы пребывать в святом общении с ним с его сыном и святым духом вы рождены свыше стали ли вы новым творением во христе иисусе тогда сотрудничайте с тремя великими силами неба которые трудятся ради вас совершая это вы явите миру принципы праведности ну что ж давай перейдем и узнаем о духе святом больше информации как же долго существует святой дух в бытие в первой главе второй стих нам говорится земля же была безвидна и пусто и пуста и тьма над бездну и дух божий носился над водой то есть уже из этого стиха мы видим что дух святой он существовал можно сказать еще до создания мира это показывает нам что дух святой не какой-то процесс который также сотворил и христос вместе с богом а это как три личности которые существовали еще задолго до появления нашего мира да а скажи вот какая природа святого духа как мы можем описать его какими словами в псалтыри нам давид говорит об этом немного то есть он показывает что дух святой это как личность от которой нельзя никуда убежать никуда неск и никуда нельзя скрыться то есть что и тьма и свет не затмит ее но также что мы должны осознать что мы не можем представить себе самого духа святого как он выглядит потому что это истина которая пока сокрыта от нас то есть господь для нас ее закрыл и также с примечанием нам говорится о том что по причине того что грех вошел в мир христос дал нам святого духа для того чтобы посредством него мы могли общаться с ним да благодарю часто есть многие рассуждения о том что дух святой не является личностью или может быть является давай поговорим о том вот какие есть примеры из библии доказать о том что на самом деле дух святой он является личностью вот какие качества характера у него есть да и библии нам даны много стихов много пунктов где говорится о том что все таки дух святой является личностью начнем с первого где говорится о том что дух знает то есть дух божий он обладает какой-то информации который хочет делиться с нами постоянно то что дух божий он способен любить он способен общаться с нами а раз он может общаться получается он хочет также может и говорить с нами в 1 тимофея 4 глава 1 стих говорится даже ясно говорит что в последние времена отступят некоторые от веры внимая духом обстоят обольстителями и учением бесовским раз он может нами общаться получается он хочет чего-то нас научить чему-то может нас научить и так же в 1 коринфянам 2 глава 13 стих говорится что и возвещаем нет человеческой мудрости изученными словами но изученным от духа святого соображает духовное с духовным и как подытоживание этого раздела говорится о том что дух божий он способен быть свидетелем очень хорошо и четко подмечает нам примечание то есть очень доступно для каждого здесь пишет что ограниченный человеческой плотью христос не мог лично присутствовать повсюду поэтому для их блага он должен был оставить их пойти к своему отцу и послать святого духа чтобы он был и его приемником на земле святой дух сам по себе лишен человеческой природы и поэтому независим от нее христос представлял себя присутствующим повсеместно посредством своего святого духа как вездесущий то есть коротко я ясно нам сказано о том что дух божий является какой-то личностью но не показано какой именно для нас и это как бы вопрос который скажем так не должен нас волновать первое что мы должны помнить что он все-таки является личностью что дух святой работает над нами то есть он хочет совершать нас какую-то работу и далее это будет в уроке показано что требуется от нас в этом вопросе хорошо а помнишь какое повеление иисус дал своим ученикам когда он уже должен был возноситься что-то за повеление почему так важно что там тоже есть святой дух да то есть матфея 28 главе в девятнадцатом стихе нам говорится о том как христос сказал чтобы ученики а также это можно приписать сегодня к нам чтобы мы шли проповедовали о нем и как здесь стих говорит что во имя отца сына и святого духа то есть опять же все вот эти три личности они скажем так работу здесь учитываются и можно сказать что необходимы то есть нельзя их разделить как то что это нужно это не нужно все три личности необходимы каждому человеку да мне вот понравилась такая мысль тоже последние слова за этого примечания о том что есть три живые личности небесного трио именем этих трех великих сил отца сына и святого духа каждый принимающий христа живой верой крестится и эти силы будут помогать покорным подданным небесной обители в их усилиях жить новой жизнью по христе каждый из нас я думаю стремится к тому чтобы наша жизнь поменялась чтобы как-то изменить но мы не можем настолько грешны что не можем поменять но вот именно дух святой он готов помочь нам в этом а давай еще поговорим о качество характера ведь в библии так много примеров где говорится о духе святом какие еще качества ты можешь привести примеры одним из качеств является то что дух святой он ходатайствует за нас когда мы молимся время нам говорится что дух подкрепляет нас в немощах наших вторым пунктом также можно выделить о том что дух святой он распределяет особые дары я думаю ни для кого не секрет что каждый из нас мы обладаем какими-то дарами какими-то талантами которые также нам дает святой дух и хочет чтобы мы их разбивали третьим пунктом можно выделить что он призывает грешника к покаянию то есть еще раз нам показано о том насколько все-таки ничтожен является человек в своем грехе что он даже как бы не видит в том что он находится в грехе для того чтобы он пришел к покаянию мы также нуждаемся в святом духе и после того как уже грешник приходит покаянию дух святой запечатлевает и утверждает его вере в ефесянам 1 глава 13 стих говорится в нем и вы услышав слово истинное благовествование вашего спасителя и уверовав него запечатлены обетованием святым духом расскажи вот как вот дух святой он запечатлевает да мы с тобой сказали утверждает то против чего мы предостережены коротко и ясно вся нам 4 главе 30 стихе нам говорится чтобы мы ни в коем случае не оскорбляли святого духа что ты имеешь ввиду когда вот говоришь оскорбляем как это понять 8 мы прошли уже много характеристик который имеет двух святой и поняли что он может разговаривать с нами он может давать нам талант он может чему-то нас учить и если дух святой делает нам эти шаги мы закрываем свое сердце и никак не реагируем на это то тем самым мы отказываемся от него и оскорбляем святого духа вот мы с тобой поговорили что дух святой ты все-таки личность можешь ли привести вот пример когда иисус говорил о духе святом какой личности в иоанна до иоанна 14 главе 2 стиха нам говорят я умолю отца и даст вам другого утешителя да прибудет с вами во век духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами прибывает и вас будет то есть еще раз тут немного такая проводится параллель что дух святой также является утешителем для каждого из нас и немножко из примечания нам говорится о том что христос и дух святой они постоянно ходатайствуют за человека но это немного два разных ходатайства то есть если христос ходатайствует скажем так за кровь пролитую на кресте за нас то дух действует на наши сердца вызывая молитвы и раскаяние хваление и благодарение благодарность произносимые нашими устами является результатом того что дух касается струн души в святых воспоминаниях пробуждаем музыку сердца то есть еще раз показано что даже поблагодарить бога мы не в состоянии находясь в грехе нам даже для этого нужен дух святой чтобы благодарить и славить бога я думаю если наша совесть она подчиняется более божьей то как раз дух святой нам говорит возможно это будут какие-то слова или мы можем слышать из проповеди или еще каких-то других моментов какие-то голоса о том что может быть это нехорошо что ты сделал а может быть о том что действительно ты хорошо подметил мы не не можем благодарить просто так у нас как бы не хватает для этого силы смелости на дух святой он помогает нам ценить то что даровал и сделал для нас иисус какую же работу выполняет святой дух когда иисус вознесся чтобы ходатайствовать за нас одеснуя престола божьего что является доказательством того что святой дух личный представитель спасителя но и стихов евангелие от иоанна нам говорится о том что когда же придет утешитель которого я пошлю вам от отца духа истины который от отца исходит он будет свидетельствовать о мне также в 16 главе прочитаем последний стих он прославит меня потому что он потому что от моего возьмет и возвестит вам то есть мы еще раз видим что дух святой христос и бог три личности если переводить как бы наш образ жизни это как семья и как все не может быть кто-то заниматься одной работой а кто-то другой поэтому все три они вместе работают сообща и конечно же как здесь говорят стихи им что святой дух он представляет спасителя то есть скажем как что-то такое одно единое целое а вот иисус сейчас выполняет работу ходатай это за нас на небе то что обеспечивает святой дух когда вот иисуса сейчас рядом прям с нами нету он на небе в юанна в 16 главе в 7 стихе нам говорится но я истинно говорю вам лучше для вас чтобы я пошел ибо если я не пойду учащитель не придет к вам а если пойду то пошлю его к вам то есть мы видим что у христа не было какой-то безвыходной ситуации для человечества хоть ему нужно было уходиться уходить он оставил нам своего святого духа и то есть чем он является для каждого как здесь пишет одинокого сердца он является для для нас утешителем мы говорили о том что с помощью святого духа мы можем обратиться обратиться от нашей жизни такой поле греховной но как святой дух ведет нас к обращению коротко ясно в его она пишет что и он придя обличит мир о грехе о правде и о суде то есть еще раз хочу это подметить о том что для того чтобы нам чтобы мы обратились должен прийти дух святой и вначале обличить нас то есть показать что вот тут мы делали неправильно тут мы жили не так как следует и также примечание очень хорошо подчеркивает что греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря могущественному влиянию третьей личности бог божества которая проявляет себя не в видоизмененной энергии но во всей полноте божественной силы посредством духа сердце очищается верующий становится причастником боже божеского естества христос даровал нам свой дух как божественную силу для победы над всеми унаследованными и приобретенными наклонностями к злу то есть четко и коротко и ясно сказано нам о том что сами по себе мы ничего не можем как-то начать измене изменять себя или как до этого мы говорили благодарить бога за что-то можно смело сказать что христос дух святой они делают 90 процентов работы для нас и нам остается один процент который мы поговорим немного о нем чуть позже уроки дух святой он даруется каждому из нас он не дается определенному народу или возможно какой-то части людей на нашей планете земля но каждому из нас если мы просим об этом когда мы исследуем писание то дух святой он находится рядом с нами для того чтобы мы могли больше и более глубже понять миссию иисуса и мне понравилось как ты подметила наших качествах характера святой дух помогает нам бороться каждый день с нашими плохими качествами для того чтобы наш характер все больше и больше был похож на характер христа давай пойдем дальше и поговорим как же святой дух связан с церковью как человек приходит к полному познанию истины на немножко этого вопроса мы уже коснулись но так еще немного подытожим то есть и когда дух истины то есть приходит к нам для того чтобы нас уже научить если мы его принимаем если он начинает работать с нами то несомненно мы приходим полному познанию истины то есть это процесс который совершается днем день за днем немного раньше примечаний была такая мысль о том что если мы хотим поставить аккуратно печать то мы ее не ставим как бы большой силы с большого удара аккуратно нажимаем все сильнее придавливать для того чтобы рисунок остался четким то же самое так и работает с нами дух святой христос то есть они шаг за шагом помогает нам измениться как думаешь вот где находится истинная церковь знаешь я часто слышу многие люди задают такой вопрос потому что думает ну сколько же церквей есть по всему миру но где же та истинная церковь да сюда можно отнести тот самый один процент про которые говорил о том что все что от нас требуется хотя бы захотеть хотя бы начать думать о том где то истинно то есть пытаться ее найти не как тимофей нам говорит что если мы начнем делать эту работу то дух святой он непременно откроет каждому человеку где находится истинная церковь и конечно же как вопрос а говорил что приведет нас познание истины мы понимаем что присутствие святого духа в нашей жизни очень важно но какие усилия мы должны сделать со своей стороны да на протяжении урока мы говорили о том что дух святой делает для нас это 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 христос для нас делает это это и как будто что человека ничего не требуется в каком-то смысле это есть так но не требуется потому что сами по себе мы ничего не можем из этого сделать что перечислялось но тот самый один процент про который упоминал говорится о том что в луке вот просите дано будет вам ищите найдете стучите и отворят вам ибо всякий просящий получает ищущий находит истучащему отворят то есть вот этот один процент начать что-то делать то есть пока мы делаем к христу один шаг он навстречу нам делать 10 и также из примечания говорится что согласно плану господа божественная сила должна сотрудничать с человеческой то есть не дух святой все делать для нас мы просто живем этой жизнью идеи поступаем как хотим то есть это сотрудничество и последняя строчка говорится о том что говорите о нем молитесь о нем проповедуйте о нем потому что господь более охотно дает святой дух чем родители дают добрые дела своим детям как ты подмечала сегодня зачастую люди не прислушиваются к духу святому духу они отказываются от него они считают его личностью они могут скажем так жить без него как будто но тем не менее уроки примечания но говорит о том что мы должны молиться святом духе и после того как мы его получили мы также должны делиться ним с другими то есть как урок звучал чтобы дайте масло в мою лампу когда мы получим это масло чтобы мы также поделились с ним с другими мы сейчас живем в последнее время и знаем что христос грядет и очень скоро придет на нашу землю и перед его пришествием должно произойти очень важные события это излитие святого духа поэтому нам очень важно в нашей жизни поставить все на свои места возможно мы вспомним ситуации когда мы закрывали двери перед святым духом когда святой дух говорил нам как поменять нашу жизнь хотел нам помочь мы отказывались именно сейчас есть время о том чтобы просить еще больше святого духа в нашей жизни для того чтобы изучая понимать молиться и просить святого духа чтобы многим другим людям можно рассказать об иисусе я благодарю тебя что ты сегодня пришел в нашу студию и благодарю также наших зрителей которые смотрят нас пускай господь вас благословит и будем молиться о том чтобы дух святой он всегда присутствовал в нашей жизни и вел нас по правильному пути до скорых встреч dimaTorzok 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 Продолжение следует...